Денис, приветствую тебя на втором дне нашего баттла. Технаря и фундаменталисты, как я уже отмечал, очень хорошо, что есть возможность состыковать два подхода к оценке ситуации на финансовых рынках. Мы получили очень много фидбэка. Ты со своей стороны, со своей аудиторией. Мы, собственно, также поработали с нашей трейлерской аудиторией. Что добавить, что убавить. Есть пожелание, чтобы мы с тобой укладывались в более короткий промежуток времени. Я думаю, что можем постараться, конечно же, стремиться к тому, чтобы сокращать именно обзор. Ну и что касается самого обзора и анализа, есть пожелание, чтобы мы с тобой делали разбор полетов по одинаковым инструментам, поскольку техника и фундамент, и, наверное, было бы полезно участникам рынка взглянуть на ситуацию касательно актива с позиции именно и фундаментального, и с позиции технического анализа. Согласен. Ты представляешь такую точку зрения? Да, конечно, потому что моя аудитория тоже самое, в принципе, высказала, поэтому я на все 100% согласен. Ну супер. Какие инструменты сегодня будем с тобой разбирать? Смотри, давай сегодня предлагаю фунт разобрать и заодно канадский доллар посмотреть, уточнить то, что показывал в прошлый раз, то есть как сейчас отрабатывается, и, собственно, какие перспективы по нему будут. Ну замечательно. Давай не будем терять времени. Если хочешь, прям можешь начинать. А я потом. Да, запросто. Отлично. Пока с рабочего стола в начало. Значит, смотри, по поводу фунта, к твоему мнению сейчас, оно, в принципе, лонговое, но лонги именно после коррекции. Здесь есть один такой очень существенный нюанс, дело в том, что у нас самая ближайшая поддержка в районе приблизительно 22,75 находится, это 1,2 маржинальная зона, и плюс здесь еще у нас есть, вот так будет выглядеть, это зона покупателя. Вот это самый-самый первый диапазон. Его цена уже ввели, цена уже разок подходила, и не исключая еще повторный подход, и затем движ вверх, так как среднесрочно его вижу только в лонг. По поводу движения вниз, это уже самая дальняя граница. Здесь буду смотреть, опять-таки, как цена будет двигаться у нас по локальной траектории вниз, потому что крупный объем у нас появился после прошлого нашего с тобой брифинга, и реакции от него, в принципе, ни в покупке, ни в продаже вообще никакой не было. Поэтому, если пробивает данный опорник вниз, именно приходит сюда, тогда уже, причем ниже с перекрытием, тогда уже буду работать на коррекцию с большей долей вероятности на 1,2, около 19,90, 1,20, если я крупный. Ну, а с этой зоны однозначно только лонги буду рассматривать. Здесь такая вот немножко двоякая ситуация, поэтому буду смотреть, как его торгуют. Ну, в целом, стратегически я все равно больше за лонг выступаю, особенно с нижней зоны. Здесь такое 50 на 50, буду смотреть, опять-таки, как пройдут данные накопления, пока просто сижу вне рынка, ожидаю. Что касается канадского доллара, здесь я в прошлом нашего с тобой брифинге как раз тоже высказывал мнение, когда еще цена была приблизительно где-то вот в этих краях, там 1,41,80, по-моему, была. Зона была у меня начерчена 1,43, да, 1,43, 1,44,20 и, собственно, потом немножко подкорректировал лимитку, собственно, в этот диапазон благополучная цена пришла, 43,40 отсюда я продал, вот данный лимит сейчас уже, точнее, сделка сейчас уже без убытки находится и, в принципе, ожидать движения вниз. У нас по наклонному, такая чищу техника, по наклонному не каналу, а скорее трендовой поддержке, как раз сегодня опять цена ударилась, то есть такая вот флетовая ситуация у нас накапливается, но я очень часто очень много подобных ситуаций видел, они все равно частенько отрабатывают потом уже вот таким снижением. Поэтому цель у меня 1,38 и 1,35, я все-таки больше выступаю за снижение, хотя согласен, что ситуация здесь немного двоякая, особенно с учетом вчерашнего вот этого дикого роста, который, если честно, я таки не помню на основании чего он был, потому что с технической точки зрения объемов здесь вообще не было, пустота, полная пустота и отсутствие каких-либо значимых объемов внизу и только лишь более-менее значимые появились у нас на часовом графике вверху, вот они только лишь здесь начали появляться. Здесь вообще рост был полностью, пустот, слишком ни на чем, поэтому сегодня, я думаю, где-то в район 41,50 корректируется и дальше все-таки ожидаю вниз. Такое мое мнение по Канаде и, собственно, вот по фунту от этих двух зон буду работать. Понял, Денис, замечательно, тогда давай я перехватываю у тебя слово, тоже демонстрация экрана, секундочку. Так, Денис, можешь дать фигбэк? Да, да, вижу, вижу. Ты видишь сейчас именно фунт, правильно? Да, все правильно, часовой график фунта. Все, замечательно. Очень хорошо то, что есть возможность сегодня поговорить про те же самые инструменты и, знаешь, как получается, что с точки зрения фундамента я сегодня буду придерживаться абсолютно радиально противоположного взгляда. В частности, по фунту сейчас я не оставляю надежды попыток все-таки выжать из этого инструмента нормальное нисходящее движение, потому что я вижу ту статистику, которую мы получаем в последнее время. Вот накануне вышел отчет по импульсу производственного сектора, данные очень сильно разочаровали, практически цифры мы не буду сейчас забивать голову. Главное, что цифры указывают на то, что английская экономика уже в рецепте. Завтра у нас сфера услуг, которая на самом деле генерирует более 80% экономического роста для экономики, то есть я жду от слабой цифры. Я среди тех скептиков, которые прогнозируют, что английская экономика может показать рецепт во втором квартале на уровне 12%, я еще делаю большой акцент на недооцененность доллара. Поэтому очень хорошо, что у нас будет возможность с тобой разобрать ситуацию с учетом наших текущих рекомендаций уже в следующий вторник, когда пройдут данные по нонфармпэркса. Завтра они выйдут, я жду плохие данные, плохие цифры и ставлю на то, что у американской валюты будут возможности отработать именно через укрепление своих позиций, как через валюту, фондирование и самый мощный и лучший защитный инструмент, который сейчас на площадках присутствует. Поэтому жду не только то, что против фунта будет слабый фундамент национальный, но еще против фунта будет действовать и укрепление доллара. И в качестве сделки предлагаю рекомендацию стоп с уровня 1.23.90 и ориентироваться на то, что пара в ближайшие каждые дни сможет улететь в районе отметки 1.20. И что касается доллара канадца, здесь тоже другая точка зрения у меня, потому что я касательно канадца опираюсь только лишь на то, что происходит на рынке нефти. Сейчас мы дали небольшую коррекцию восстановительную по нефтянке, но опять же это связано с тем, что появились новости о готовящейся встрече между Трампом и сланцевыми производителями. Она состоится также завтра. Я думаю, что ни о чем, разумеется, они договориться не смогут, потому что у американских сланцевых производителей, в принципе, нет никакого влияния на то, что на рынке происходит. Нефть будет снижаться под давлением чрезмерного роста предложений и падения спроса, а в соответствии с этим снижение нефти будет оказывать давление на канадцы. И сделку вижу довольно хорошую как раз с того уровня, который как у тебя, типа верхняя линия, нисходящая, точнее нижняя линия граница восходящего канала, это на отметке 1.4080-1.4090. Я бы в случае небольшой коррекции дотуда, с текущих уровней, начал бы пару подкупать и ждать уже уровень 1.45. Это с позиции фундамента, Денис. То есть, наверное, будет интересно посмотреть на то, как отработают эти идеи уже в следующий вторник. Я думаю, что ты, наверное, вместе со мной снова разделишь эфир, если найдешь время. И я думаю, что будет интересно и нашим участникам тоже посмотреть вместе с нами, как сделки себя пока. Спасибо, Денис, за эфир. Тогда давай закругляться. Увидимся в следующий вторник. Ну и удачной торговой сессии и закрытие недели тебе. Да, взаимно тебе тоже. Тогда до вторника. Пока. Пока.